Познакомившись с Notion, переходим к коду I.O. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Я говорил, что инструменты во многом схожи, поэтому про коду буду рассказывать немного, скорее в сравнении с Notion. Во вступительной части я сказал, что склоняюсь в сторону коды. Дело в том, что разбирал я эти инструменты года два назад, они тогда сильно отличались от сейчас. Сейчас же даже не могу сказать, что мне нравится больше. Возможно, Notion. Но выбор за вами. Посмотрите, что бы вы не выбрали. В любом случае это лучше, чем не иметь базу вовсе и, по моему скромному убеждению, лучше, чем иметь базу в любом другом приложении. Напомню, что по коде у меня есть скринкасты, ссылка в описании. Итак, тут есть понятие Workspace, рабочее пространство. То есть вот теплица социальных технологий. My Workspace создается по умолчанию. В рабочем пространстве есть папки. В папках есть документы. Документ здесь — это не отдельный документ, а скорее тоже папка, которая содержит в себе уже отдельные страницы. Ну, собственно, документы. Причем как страницы, так и под страницы. Так что базу, если она не совсем большая, можно все сложить в один документ, но тут надо сделать небольшое объяснение. Когда я говорил в начале курса, что склоняюсь в сторону коды, я говорил так еще и за ценовой политики Notion, не очень дружелюбной. С тех пор она поменялась у обоих приложений, а теперь скорее коды не очень дружелюбны на бесплатном тарифе. Тут появилось, или я просмотрел это тогда, ограничение на количество объектов в документах. Объекты — это таблицы, кнопки, что-то еще не важно. На этот счет есть статистика. Погоняв один документ в тестовом режиме, я заполнил его на 18 процентов от бесплатного тарифа. То есть информации влезет много, если не злоупотреблять объектами. Но на базу знаний одного документа точно не хватит. Поэтому, если вы собираетесь использовать бесплатный тариф, создавайте несколько документов условно на каждый верхний уровень базы. У нас их там было, по-моему, 5. И, возможно, даже при таких условиях придется экономить пространство. Если берете платный тариф, то следующий за бесплатным — 10 долларов в месяц, но в нем появляется ограничение на создателей документов. Ну то есть 10 долларов стоит один человек, который может создавать документы. Если при этом нет ограничений на создание страниц внутри документа, а по логике так должно быть, то для средней организации одного создателя достаточно. Ну то есть, резюмируя, можно сказать, что можно работать и в Notion и в кода на бесплатном тарифе. В Notion он все-таки чуть более работоспособный, при условии, что у вас небольшая организация. Но вот следующий платный тариф, в котором можно работать комфортно, стоит 4 доллара в Notion и 10 долларов в коде. Если для вас принципиально разница в 6 долларов в месяц, тогда Notion. Но сначала все-таки посмотрите, вдруг кода стоит этих 6 долларов. Итак, рабочее пространство вы создаете вот таким образом. Советую создавать рабочее пространство под организацию, поскольку кроме базы знаний там может быть что-то еще. Ну то есть не создавайте рабочее пространство только под базу. Предупреждают, что хорошо бы заплатить. И тут тоже. Вот наше рабочее пространство и в нем создаем папку. А в папке можем создать документ. Тут достаточно много шаблонов и этим кода превосходит, на мой взгляд, Notion. Шаблоны достаточно функциональные, но мы создадим просто пустую страницу. Разбирать шаблоны это долго. Здесь также можно добавить иконку и обложку. Очень хорошая, мне кажется, обложка для стартовой страницы. Стартовая страница, напомню, это то, что содержит общую информацию об организации, базе знаний и список разделов. Не уверен, что ее имеет смысл создавать здесь в коде. В Notion все-таки информация представлена как единый блок, как сайт и хорошо иметь заглавную страницу. Здесь это скорее как совокупность блоков, но, может быть, и здесь ее хорошо завести. Ну и заведем еще одну страницу концепции рубрик. Так же как пустую страницу. Там, напомню, у нас была таблица под концепции. В этом, на мой взгляд, существенное различие между Notion и кодом. Я имею в виду логику отображения контента. Но об этом в следующем уроке, а пока займемся раздачей прав. Итак, по каждому рабочему пространству у вас есть набор темплейтов. Список участников и настройки. Соответственно, заходим в Мемберс, приглашаем участников. К сожалению, тут не наследуются права. Дав право на рабочее пространство, вы не даете право на вложенные документы. Видите, тут только один участник. Так что вам придется пройтись по всем документам и продублировать приглашение. Это неудобно. И вот так это выглядит у второго участника. У него тут собраны все рабочие пространства, к которым он имеет доступ. И в рабочих пространствах лежат документы, к которым ему также дали доступ. На этом сегодня все. В следующем уроке мы рассмотрим правила добавления и взаимодействия контента в коде. В целом это мало чем отличается от Notion, та же блочная система, но есть ряд особенностей. Оно и понятно, иначе зачем бы создавать два одинаковых приложения. Одно из них неминуемо прогорело бы, хотя живут же DaVinci Resolve, Adobe Premiere и Final Cut. Живут и неплохо себя чувствуют.